Полянский Владимир сейчас выполняет, вы видите, удачно, попал в дворик, не сбил, все нормально. А вот здесь в этот раз, нет, ты смотри, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сбит пилон, потом встал на место. Пять секунд уже будет в данном случае, потому как, согласно регламенту, если трасса проезжается лучше, чем 45 секунд, то три секунды, а так получится пять. А тут уже даже два пилона. Пилон всегда сложнее стартовать, конечно, открывать на его результат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, и вот тут и пошло, а ведь ехал тренировку очень хорошо. Один в Полянске ехал, а база 3 МПС, мощная тройка заряженная. Много лет у нас участвуют в акции и в чемпионате. И вот в этом году он сказал, что я попробую бороться, все-таки надоело. Быть пятым, седьмым, восьмым. Попробую стать призером. Удастся ли это сделать, посмотрим. Вот, кинешь. С гидравлическим ручником, мы видим, очень легко разворачивается автомобиль. Здесь хорошо разворачивается автомобиль, четко выходит на задовую траекторию. Михаил. Чуть-чуть теряет время на развороте, подвесает. Но в целом неплохо. Вот такую вот гармошку, связку проезжает. Два круга дистанция, напомню. Уважаемые зрители, я напомню, что сегодня среди спортсменов есть четыре команды, которые бороться будут в яблоксар серьезном уровне. Это команда «Белшины» в составе Алексея Шензитова и Андрея Радетко. Это команда «Форсаж», в которую входит Владимир Сословский, Владимир Паляцкий, который только первый номер, и Сергей Гайко. Это команда «Чемпион», в которой входит Алексей Королев, который сейчас поедет, и Дмитрий Баркан. И это команда «Альфа-Сервис», в которую входит наш «Чемпион». Я думаю, что полный привод, зажатая хорошо подвеска, легкий автомобиль позволит ему бороться сегодня, конечно же, за педестал. Ну, зная характер бойцовский Дмитрия, и спортсмены все это прекрасно знают. Когда он мотивирован, а сегодня он сильно замотивирован, победой выступает под флагом чемпиона, Каник Кошел захочет ронять свое реноме ниже медестала. Что-то команда «Чемпион» чему-то уже обязывает. Я думаю, что если он поедет потом на Коперхене, то результат, возможно, будет еще лучше. Но, к сожалению, сегодня он стоит только как шоу-хар. Может быть, не всегда эффектно внешне выглядит езда внутри «Баркана», но, поверьте, он настолько точно рассчитан на каждое движение, что в итоге, как оказывается, оно быстрее, чем когда резина визжит. И вот он, финиш. Приготовиться. Сегодня вообще у нас что-то какой-то праздник над УБМ. Поехали быстрые. Ай-яй-яй, как улетела фишка далеко 5 секунд. И требовавшись уже в дворике. Тоже специально подготовленный автомобиль с доброй безопасностью. Ну что, как он тут раскишется? Раз. Ну, практически пилигранно выполняет это упражнение. Андрей и уходит на второй круг. Уважаемые зрители, я еще раз напомню, что сегодня проходит клубок «Артмошен». Есть за что бороться, потому что, во-первых, за первое место как минимум комплект «Шип». Не считая того, что профессиональный инструмент от компании «Форсаж». Масла от компании «Бонис Автоплюс». И масла от компании «Онза Автро». Это тоже призовые. Есть за что бороться. И... Годой Евгений Центрик. Представляет команду «Альфа Сэрес». Они выступают под флагом не своим, а под чужим. Вот в этом году, к сожалению, к радости, конечно, большой радости, многие участники приобрели своих партнеров, которые помогают выступать в кубке «Артмоушен», проводим в рамках акций с партнером за безопасность дорожного движения. Уважаемые зрители, я хочу сказать сразу, что, уважаемые зрители, огромная просьба к вам и не делать вот здесь того, что делают сейчас ребята на этой площадке после того, как мы уедем. Это часто вот беда. Мы уезжаем, ребята местные приезжают, начинаются с какого-то бордюра, здесь в машине бордюры и так далее. Но кто хочет научиться правильно ездить, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Либо в наш центр, в Минске, я говорю, пока, к сожалению, работает, Центр контр-аварийной подготовки Сергея Чиненкова. Где вас научат грамотно управлять автомобилем, удерживать автомобиль на правильной траектории и ездить безопасно. Именно для этого и проводится акция «Спортсмены за безопасность». Отлично справляется с двориком Сергей. Стоит гидроручник, вы видите, очень низко сидит, огромный автомобиль. Стоит очень низко поедет, поэтому едет очень быстро. Турбированный мотор. Опа, слышно! Участник, неоднократный призер, победитель в своем классе, когда у нас проводились заезды в классах, был чемпионом в своем классе, Сергей Гайко. Стоит гидроручный призер, победитель в своем классе. и маленькой, крохотной дочке, которая живет здесь в месяцах, и супруга, раньше ездила одна, но сейчас ездят, как видите, всем семейцам, переживают за Алексея. Стоит гидроэль. Стоит гидроручный призер. Стоит гидроэль. Очень наградный призер. Опа, слышно! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Астартов представляет город Гомик, напомню. И еще раз напомню, что генеральный партнер нашего рынка Artmotion, конечная ООО «Белшина». Компания, которая представляет новую коллекцию летних шин Artmotion и зимних. Artmotion – только положительные эмоции. Шины под брендом Artmotion – это вообще, можно сказать, современный, высококлассный продукт европейского современного качества. Артмошен, шины для подъема. И, в принципе, генеральный случайность, как мы знаем. Горячий лед и отлично зарекомендовали себя. Показав великолепные результаты, как на стеклу, так и на льду. Целый класс спортсменов выступал на этих шинах, которые бесплатно компания ООО «Белшина» предоставила всем участникам. Также хочу сказать, что новое поколение летних шин Artmotion High Performance 225-45, которые уже установлены на шин, на автомобиль Роденко Андрея. Он выступает именно на них сейчас. Тоже показали действительно очень достойно себя не только у нас в рамках соревнований, но и в рамках тестов, которые проходили на испанском полигоне «Идиада». Испытания показали очень высокий результат по сравнению даже с аналогичными ведущими гировыми, что радует нас производителями. А также напомню, что сегодня партнерами мероприятия наше является компания «ООЗААТО», представляющая моторное масло премиум класса из Германии. Масло «Маманол». Много лет у нас ребята работают с нами. Была в прошлом году команда, в этом году как-то немножко не сосечка, но тем не менее. Я думаю, что еще «Маманол» мы увидим тоже как команду. Также сегодня партнером выступает у нас компания «Боня». Я так и поехал со старта быстро, а то в прошлом году у нас не так было быстро. Жалко так, невозможно зрителям подбежать и быстренько оттянуть, так сказать, чтобы попал точнее. Но я напомню, что это дебютант. Сейчас тут в группе зачетных среди любителей, на дизельном, как мы видим, автомобиле. Все понимаем, тем не менее, мы благодарны Петру за то, что, несмотря ни на что, он проявил смелость, не побоимся сказать этого слова, и пытается бороться против наших более именитых соперников, которые уже попробовались в этом году, ранее на рафтах чемпионата. К сожалению, он оказался единственным из города Могилева. «Боня». «Ничего, ничего, подождем. Пётр, мы подождем. Не торопись». «Опа, иди». «Я понял. Для тех, кто много говорит, под колесами может погибнуть, так я понял». Пётр меня услышал. Так, разволновался Пётр. Я спрашивал, ручник работает? Сказал, работает. Да, вспомнил, что нужно оттормозиться. Я скажу, при том, что когда первый раз едешь, часто забываешь, куда ехать вообще. Поэтому то, что он едет, в принципе, правильно по траектории, точнее, не по траектории, а правильно по схеме упражнений, это уже хорошо. На самом деле, когда такая огромная толпа зрителей стоит, тут забудешь, как зовут. И этот мандраж психологический вполне понятен и обоснован. Так, я понимаю, что лучше уйти подальше, потому что Пётр... Так, опа, ну хоть одну, да. Пять секунд заработал. Пётр вставил на место. Возвращаем. И ждём финиша. И с криками урла! Такие вещи должны, наверное, зрители поддерживать. Аплодисментами! Старается, парень. Ждёт свою урогую резину. А вы тут как-то так очень тихо, спокойно все это переносите. Давайте поддержим, молодой, это тоже все-таки первые этот человек, вот так вот, отдал непонятный счет. Так, я пошел в раж, а ведь финиш был так близко. Ну и! Так, было бы очень, да, если бы споймал машину, было бы очень красиво, но связка не получилась. А здесь хорошо. Да, аплодисменты только жидкие почему-то, но поддержите парня, он еще не такого сейчас наворотил. Смотрите. Все внимательно смотрят, соперники мужчины, напряглись, сжалось в одном месте, неужели девушка их объедет? Вот так вот, четко, без всяких доворотов, 180 и пошла в дворик. И здесь маленький автомобиль позволяет себя очень ловко чувствовать аплодисментами, конечно, поддержите ее, она видит вас, что вы аплодируете, ей легче, быстрее. Сейчас смотрите, только чтобы она не слишком разогналась там, ее потом остановить сложно будет. Тогда девушки поют в раж, вы знаете, а остановить этот поток потом невозможно. Уважаемые зрители, я еще раз напомню, сегодня проходит первый этап ступка Art Motion, который проводится впервые в рамках традиционной республиканской акции спортсменов за безопасность дорожного движения. Организатором непосредственно является редакция газеты «Отодальшеств» и портал ADT.by. Вы всегда сможете посмотреть результаты, фотографии с данных соревнований на этом портале, а также стать участниками на следующих этапах, если вы почувствовали себе силу, что и я так могу. Субтитры создавал DimaTorzok